Друзья, уважаемые коллеги, сегодня у нас знаменательное событие. Мы представляем завершающую часть совместной большой работы Фонда Общества памяти воинов Русского экспедиционного корпуса и Центрального музея вооруженных сил Российской Федерации. Этот проект посвящен 80-летию Московской битвы. 18 ноября в этом зале состоялось торжественное открытие выставки «Москва в судах полководцев Великой Отечественной войны. Подвиг и память». Многие из разделов выставки были задуманы как разделы, как иллюстрации к тему одноименной конференции, которую мы сегодня открываем. И после секции вы сможете ознакомиться с этой выставкой. Конференция проходит под эгидой Федерального архивного агентства Российского исторического общества и Московского городского совета ветеранов. При поддержке грантов мэра Москвы для социально ориентированных НКО, Комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы, а также страхового акционерного общества «Реза Гарантия». Вторая секция конференции, которая сегодня пройдет в этом зале, посвящена страницам судеб прославленных полководцев Великой Отечественной войны, связанным с Москвой. Для многих из них Москва была не только городом-символом, но и городом, с которым были тесно связаны их собственные судьбы, где они в детстве учились или трудились, откуда начинались их военные биографии, где они постигали военное дело в школе кремлевских курсантов и в военных академиях, где они проходили службы и обретали семейное счастье. А в годы войны Москва стала для них городом, у стен которого враг должен был быть остановлен любой ценой, и в этом были убеждены все, от солдата до полководца. И эта убежденность ценой невероятных усилий, невероятной самоотверженности претворилась в первую великую победу, с которой начинался такой долгий путь на Берлин. В нашем проекте мы рассказываем об этом великом историческом событии через яркие истории его героев. Это уже второй большой совместный проект нашего фонда и музей вооруженных сил, в ходе которого мы проводим одноименную научную конференцию и выставку, которая задумана как ее иллюстрация, и где активно участвуют потомки героев нашей военной истории. Первый такой проект был посвящен истории русского экспедиционного корпуса. Два года назад мы совместно с музеем провели международный форум, который привлек большое внимание. Такой новый опыт сотрудничества профессионалов музейного дела и общественной организации, которые представляют потомков, оказался плодотворным и очень интересным. Тема московской битвы предоставила нам возможность его продолжить. Я бы хотела поблагодарить всех, кто причастен к подготовке выставки и конференции. В первую очередь это высокопрофессиональный коллектив музея вооруженных сил, научно-экспозиционный выставочный отдел, отдел фондов, главного научного сотрудника музея Владимира Анатольевича Афанасьева, который сегодня выступит модератором нашей секции, ученого-секретаря музея Елену Александровну по родину, сотрудников, которые обеспечивают техническую поддержку мероприятий, и, конечно, директора музея Александра Константиновича Никонова. Благодарим мы членов семьи полководцев, тех, кто предоставил раритеты для выставки из семейных архивов и согласился поделиться с нами сегодня такими важными воспоминаниями. Сегодня мы услышим воспоминания потомков генерала армии Хрулева, генерала армии Малинина, генерала Бакланова, и исследователей благодарим мы тех, кто собрал новые, ценные, интересные свидетельства. Наша конференция немножко необычная тем, что она проходит, к сожалению, в связи с всем известными обстоятельствами в формате, когда докладчики выступают в секциях практически без аудитории. Но у нас большие планы по поводу тех бесценных материалов, которые мы надеемся получить в ходе конференции. Видеозаписи докладов будут собраны, выложены на портале Российского исторического общества. Таким образом, наша аудитория не только не сокращается, она, наоборот, многократно расширяется. Также мы планируем обязательно издание, подготовку издания материалов нашего проекта, в который входит и выставка, и конференция. И будем просить о поддержке у Московского городского совета ветеранов в этом плане. Надеемся, что все заинтересованные в нашей военной истории смогут познакомиться с тем, что здесь сегодня произойдет. Я от души желаю всем участникам конференции успешной работы и хотела бы также зачитать приветствие организаторам и участникам нашей конференции, которая поступила от председателя Комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы Екатерины Вячеславовны Драгуновой. Дорогие друзья, сердечно приветствую участников конференции, которая является кульминацией культурно-просветительского проекта Москва в судьбах полководцев Великой Отечественной войны «Подвиг и память», реализуемого Фондом Общества памяти воинов Русского экспедиционного корпуса при поддержке гранта мэра Москвы. Сегодня мы вспоминаем всех тех, кто самоотверженно сражался с фашистами на рубежах столицы и отдал свою жизнь за свободу нашей Родины. Все меньше на земле остается участников событий тех страшных лет. Все дальше уходят годы Великой Отечественной войны, полный трагизма, невосполнимых утрат и тяжких лишений. Благодаря этому проекту, реализованному в год 80-летия битвы за Москву, через галерею портретов и судеб, связанных с героической историей Москвы, через ожившие образы полководца Великой Отечественной войны, мы можем ощутить, как жили, работали, сражались легендарные военачальники и какой ценой ковали они победу. Это важно для патриотического воспитания подрастающего поколения и молодежи, а также сохранения подлинной истории Великой Отечественной войны. Пусть доблесть и отвага защитников Родины и впредь служат нам живым примером истинного патриотизма, дают силы и уверенность в завтрашнем дне. Желаю участникам конференции крепкого здоровья, успехов и плодотворной работы. Председатель комитета Екатерина Вячеславовна Драгунова. Я благодарю всех за внимание и передаю слово для приветствия участникам конференции заместителю председателя Московского городского совета ветеранов генерал-полковнику Расиму Сулеймановичу Акчурину. Продолжение следует...